АвтоВАЗ раскрыл стратегию развития до 2026 года. Онлайн-презентацию, посвященную перспективам марки ЛАДА, провел директор программы ЛАДА-БЦ Алексей Лихачев. Так, до конца 22-го года вазовцы проведут рестайлинг двух существующих моделей. Можно предположить, что скорое обновление затронет Весту и Ларгус. Также на ближайшие годы заявлено появление сразу пяти новых моделей. Увы, официальные подробности представитель автогиганта тоже не раскрыл. Планы на 2023-2026 годы не менее масштабные. Фанатов ЛАДА ждут сразу пять абсолютных новинок плюс пять фейслифтингов. Кроме того, в долгосрочной перспективе АвтоВАЗ расширит полноприводную гамму и повысит эффективность двигателей. В списки перспективных направлений также входит развитие беспилотных технологий и создание собственного электромобиля, в чем российскому заводу поможет Альянс Рено-Ниссан. Кросс-хэтчбек Kia X-Seed встал на конвейер калининградского завода Автотор. Машины собирают крупноузловым способом из готовых комплектов. По этой же технологии здесь выпускают и другие модели семейства Seed. Напомним, что X-Seed не просто приподнятая версия хэтчбека Seed, а вполне самостоятельная модель, которая отличается другим кузовом. Набор силовых агрегатов будет состоять из двух турбомоторов, с каждым из которых состыкован семиступенчатый преселектив и передний привод. Полноприводных версий этого кросс-хэтча просто не существует. Старт продаж назначен на 1 июня. Тогда же объявят комплектации и цены. Но, судя по всему, новинка будет стоить от полутора миллионов рублей. Минувшей осенью Volkswagen представил новое поколение семейства Golf. Модель, как этого требует законодательство, оснащена системой экстремального оповещения, которая срабатывает во время ДТП. В результате проведенных тестов выяснилось, что на восьмом Golf эта система срабатывает не всегда. По этой причине Volkswagen уже приостановил поставки машин европейским дилерам. В концерне уже вовсю работают над решением проблемы. По официальным данным, обновление ожидается в течение нескольких дней. Аналогичная проблема коснулась Skoda Octavia, отгрузки которой тоже поставлены на паузу. Субтитры создавал DimaTorzok